Вот мы и вернулись в Медитарана. Переназначил я такую-то долбанную кнопку статистики. Это оказалось совсем не так просто сделать. Дело в том, что таки понадобилась стимовская версия игры. Там есть DLL под названием D-Map DLL. И вот её-то и нужно поместить в русскую версию, совершенно честно приобретённую на трекере. И тогда клавиши сохраняются, а так фиг. Интересно. Если честно, не думал об этом. Ну поищем этого Тумба-Юмба, что ли. И, кстати, очередь заклинаний бы тоже интересно попробовать как-нибудь. Она через альт назначается, то есть можно, по сути, на разных логовищах поставить свою очередь. Но всё равно здесь нужно всех прибить. Наверное, эти пауки уже с плевка просто отъедут. Вот видите, как здорово. Заканчиваются. У нас, как мне кажется, когда мы вкачаем себе чуть больше силу огня, станет больше наносить сплэша эта самая сила огня. Тогда у нас получится цеплять больше монстров. Это будет довольно круто. По логовищам я, наверное, не буду больше запускать спилы. По крайней мере, если в этом не будет острой необходимости. Потому что порой скопление вынести намного важнее. Новые камни, кстати, чуть не забыл сказать, с логовища не появятся. То есть вы один раз убили, и один раз кристалл появился. Ищите теперь новые логовища, которые вы ещё не убивали. Чтобы получить ещё кристалл. Нам всё равно здесь нужно будет убить всех монстров. Поэтому занимаемся важным делом. Где-то там бродит тумба-юмба. Я уже примерно знаю дозировку огня. Кстати, давайте посмотрим, что нам стало доступно. Метеора, к сожалению, ещё нет. Но вот стала доступна регенерация. Метеора, я так посмотрел. 400 урона имеет. То есть классная штука, которая серьёзно наконец-то начнёт дамажить. Если честно, теперь не уверен, стоит ли брать вот этот огненный шар на 105. Потому что, ну... Мало, мало. Огненная звезда и то больше наносит. То есть 160. 160 это довольно привлекательно. Ну, конечно, с Медитераном мы разбираемся теперь. Куда быстрее того, что было первоначально. Так, нужно бы покушать нам. Хорошо, что здесь нет этих дедов, которые еду прует изо рта. А, вон он, это тумба-юмба. Если я правильно помню, он поджигать может. Наш Анох потихонечку растёт. Вон, рожки выросли. Но это ещё не предел. Дальше он будет ещё круче. Рожки, гребень растёт. Красавец. Полетели. Смотрим, что там за тумба-юмба. Так, по-моему... Да, он кидает... А, вот эти метеоры нам, они, кстати, пригодятся. Полезная штука. Он что, себя закорюжил, что ли, или деревья? Прямо мне показалось. Удалим чуть камеру. Можно его попробовать поподжигать. Да, он может поджигать. Действительно. Ау. Ладно. Я вас понял. Близко к нему приближаться не стоит. Потому что пробивает он нас, считайте, на пол хп. Ещё один такой поджог. Нам будет бобо. А ведь это Анох у нас. Не оба кто. Ну, в принципе, у других драконов есть дальнобойные средства борьбы с ним. Поэтому... Не должно быть особой проблемой. Просто... Скажем так, такой монстр... Просто... Большая версия того, который будет на немножко другой локации. Но самое крутое... О том, что у нас появится, когда мы его грохнем. Давайте по нему... А, блин. У нас пол хп. Надо бы поесть. Чтобы восстановить силы. Ох, зарядил, блин, щейку в дерево. Хе-хе-хе. Хотел в монстра. Ну, отсюда он по нам не попадёт этими метеорами. Больно ему далеко это делать. Ладно, давайте его выпилим просто через ракеты. А потом уже выпилим саму область. Это как бы безопасно должно быть. Там он с поджогом не должен успеть. Ракета у нас бьёт больно. Очень даже. О, поджог всё-таки гад. Ничего. Не сильно-то мы и горим. А вот ему... Здоровье уже никто не восстановит. Ну, он даже поджигает не всегда. То есть мы успеваем отличиться. Ещё несколько заходов мы его грохнем. В нём по радиусу на поджог не хватает. А вот если с ним сближаться, да, будешь гореть. Наверное, сейчас опять подожжёт, потому что я слишком приблизился. Нет? Достаточно базовые ракеты. Самонаводящаяся тут даже совсем не нужна. Ну и можно добить даже с пилом. Сейчас подождём, пока он зарядится. Кстати, он веселее кидает камни в ускоренном режиме. Так, а вот бэкспейс нам совсем не нужен. Давайте красивенько добьём так. Полетела голова. О, 3500 опыта. Отлично. Вот оно, наше новое заклинание. Надо бы его взять. Только на него прицелиться сначала надо. Отлично. Это заклинание «Горящий камень». Я, наверное, ищейку заменю им, потому что он как бы заряжается быстрее. А вот когда мы магию вкачаем побольше, я ищейку верну на место. Давайте теперь разберёмся как бы с той частью. Будем потихоньку продвигаться вперёд. Видите, метеор, насколько быстрее заряжается всё-таки? В сравнении с тем. Тот уже. Не, ну это не... Я, вернее, немножко путаю. Это не метеор. Это вот что именно? Горящий камень. Но он дамаг-то наносит. Его лучше всего запускать именно по статичным целям. Не помню вот сколько точно. Ну вот если к таким монстрам он смертелен. Давайте посмотрим, сколько он наносит урона. 50, ну такое. На пологую чем пойдёт, как дополнительная плюха. Почему бы нет? Ну, это не должно занять много времени. Сейчас мы тут всех прибьём. Опять вот он за деревом, смотрите, как спрятался. Эх, мы ещё не убиваем их с одной плюхи. Жаль. Можно даже немножко полетать от первого лица. По-моему, дальше нам должны дать заклинание, которое... Убивает... Ой, убивает. Нет. Которое видит всех монстров. На локации. Чтобы, типа, их искать долго не пришлось. Потому что некоторые миссии, они как раз таки требуют, чтобы все монстры были убиты. Врубаем форсаж. Вот, метеор наш полетел. Как видите, половину логови сейчас сразу снёс. Остальное просто можно додышать. И, считайте, оно разваливается уже мгновенно. Круто? Да. Ускоряется темп зачистки локаций тем самым. Хотя, когда пойдут более толстые монстры, понадобится и что-то более мощное, чтобы их выносить. О, сплэшу зацепило. Отлично. Совсем не то же самое, как мы зачищали эту локацию с самого начала. Только и слышны всхрипы. На самом деле, их тут довольно до хрена она спаунилась. Ну вот. А у бароха этот самый горящий камень, насколько я помню, вообще перезаряжается чуть ли не мгновенно. Там и кое-что более интересное есть, конечно, из того, что быстро перезаряжается. И проносит довольно неплохо. Вот этого мы, наверное, съедим. Потому что, смотрю, голод потихоньку просыпается в нас. Жалею, конечно, что больших монстров есть нельзя, было бы круто. Эх, а сзади, сзади логовище осталось. Вот, недосмотр, недосмотр. Давайте посмотрим, где они еще остались. Ага. То есть вот там сзади. Ну что, мы сейчас быстро то сгоняем. Оно, наверное, там отстроилось, пока мы отходили. Забавно. Мне нравится, как он голову наклоняет и смотрит. Что там такое было? Метеор туда. Полетели к следующим. Как раз пока долетим, метеор, наверное, перезарядится. Да. И дожжем. Угу. О, просто слабую плюшечку отправляешь. Далее они уже дохнут сами. Ой. Не туда зарядил. Автоприцеливание немножко подгатило. Позади осталось логовище. Надо его вынести. Очень интересно. Они, конечно, начудили, но то, что на новых системах клавиши не сохраняются без этой DLL-ки. Надо же мыло умудриться. О. С одного прокаста серьезно. Местных пауков сейчас тоже ждет немного экшена. Угу. Ну, уровень у нас тут вряд ли получится взять, но все равно. Нечего за деревьями прятаться. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА основа боевая музыка именно громко разработчик как-то интересно этот блансе ой зачем я туда метеор отправил о зачистили отлично нас апнули до следующего уровня бесплатно дед то скажет что-нибудь рожки подросли чуть больше теперь понятно дед сказал что там хауле проблемы надо бы тут там посмотреть что происходит уничтожить логовище монстров если они там остались ну что же видимо сгоняем туда но случится это уже следующей серии если вам понравилось ставьте лайки пишите комментарии буду выпускать следующей серии больше драконов на канале спасибо спасибо